В начале римскую общину составляли иудеи диаспоры. Так же, как все остальные общины. То есть, в первом веке церковь, она еще не была церковь, и такого слова не было, и к нему его никто не применял, к ней. Это было, как правило, либо синагога, в которой уверовал раввин, и за ним уверовал вот весь этот кагаль, либо это были евреи, которые уверовали и стали собираться уже не в синагоге, откуда их попросили уйти, а на другой территории, но принцип оставался тот же. Доподлинно известно, что вплоть до V века н.э. сохранились иудейские общины, которые верили в Ешуа, как в Мессию, который уже пришел. При этом они оставались абсолютно внутри еврейского менталитета, образа мышления, категории, которыми они видели вот этот мир, образ жизни, рождение, смерть, свадьба. Ну, все. То есть, абсолютно это были иудимы и халутин, то, что называется. Полностью евреи. При этом они верили в Ешуа, как в Мессию. И что интересно, в III веке уже есть, как бы, римско-католическая церковь, начало, и развитие пошло. А на востоке, то есть, здесь вот, чуть севернее Израиля, были общины иудейские, которые исповедовали Ешуа, но при этом не стали христианскими. Абсолютно. Что я здесь имею в виду? Я здесь имею в виду образ жизни и многие другие вещи. Потому что, например, такой вот очень авторитетный и известный мыслитель Иоанн Златоуст, он жил в IV веке. Вот, может быть, кто-то найдет раньше. Это то, что я нашел, то, что я читал в его труде. И вот, очень большое влияние он оказал на разрыв и углубление пропасти между верующими из язычников и верующими из иудеев. То есть, отсоединил. Знаете, вот клин вбил первый, а потом расколол этот ствол на двое. Вызвано это было, наверное, больше все-таки его субъективным отношением, потому что, когда праздновались праздники иудейские, половина его общины уходила в синагогу, чтобы отпраздновать праздники, так как об этом написано в Танахе. Понимаете? Новый Завет еще не был кодифицирован окончательно. Это произошло только после Вселенского собора в Карфугене. Где-то 380. Второй год, наверное. Конец Четвертого соберения. До этого момента, вот, 325 год, Никельский собор, это впервые там были озвучены такие вот азы апостольского символа веры. Он там чуть-чуть потом доработался и был намечен, как бы, на 80-90 процентов, наверное, уже канон Нового Завета, но еще не окончательный. То есть, в это время, 325 год, Никельский собор, еще не вошли туда. Книга Откровения, например, вот в Новый Завет. То есть, были книги, которые еще рассматривались и решались, будут они там или не будут. По всей вероятности, в этой общине шли очень-очень оживленные дискуссии, касающиеся соотношения закона и Евангелия. И второй вопрос, который очень серьезно затрагивается в этом послании, это место еленов и иудеев в общине. То есть, кто, где должен находиться, кто, чем должен быть внутри тела. Хотим мы этого или нет, всегда, даже при условии, что мы очень любим Бога, искренне в Него верим, к сожалению, возникают такие вещи, как зависть, ну и все, что за этим дальше тянется. Поэтому Рабби Шауль говорит об этих вещах в своем послании. Я хочу зачитать первые 7 стихов и мы начнем комментарий. Даже в комментариях вы найдете подтверждение, вот то, что я сейчас сказал. Две особо такие вот живые темы – соотношение закона и Евангелия и место уверовавших язычников и евреев внутри общины. Еще один момент. Учение, которое содержится в этом послании, оно характеризуется прежде всего своим универсализмом. То есть оно работает для всех и в одинаковой силе, потому что базируется полностью на учении Мессии. Дело в том, что язычники, которые уверовали, они были склонны уменьшать количество обрядов, празднования праздников и так далее. Явлеи, наоборот, были заинтересованы полностью продолжать делать то, что они делали раньше. Вообще интересный момент, когда мы рассматриваем период до того, как приходит Мессия на землю. То есть полное господство и духовная такая вот власть сосредоточена в руках еврейского народа, причем не у раввинов, а у первосвященников. Раввинистический иудаизм стал прогрессировать уже где-то 5-7 век. Где-то вот в этом промежутке происходит узурбирование власти раввинами, усиление. А потом как бы идут такие вот священия. Все это, конечно же, можно объяснить, потому что нет храма. Функция коганим священников сама по себе бы не нужна. Остается только синагога. Порошат шау, автород, да. Но авторитет раввинов начинает усиливаться. Я не знаю, конечно, это должно рассматриваться в других предметах, но хочется немножко дать такой фон этому посланию. Потому что мы здесь будем говорить об очень серьезных вещах. Но где-то говорить о вещах, от которых, наверное, у некоторых, а может и у многих защемить сердце и замоить под ложечкой. Потому что непривычные могут люди услышать взгляды. Но, поверьте, я буду все это аргументировать, исходя только из священных писаний. И, на самом деле, я искренне стараюсь выровнять тот крем-перекос, который возник за, ну скажем так, 1600-1700 лет, примерно. То есть, это достаточно большой пласт времени и культуры. И это не просто сегодня менять взгляды людей. Но я верю, что, если это от Бога, это будет происходить. Итак, я читаю первые семь стихов. Павел, раб Ишуа Мессии, призванный апостол, избранный к благовестию Божьим, в которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. О Сыне Своем, который родился от семьи Недовитого по плоти, и открылся Сыном Божьим в Сиге под Духу Святыни через воскресенье из мертвых. О, Ишуа Мессии, Господи нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Ишуа Мессией. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа, Ишуа Мессии. Несмотря на то, что отрывок небольшой, он очень объемный по своему содержанию. Начиная с его послания, раб Ишуа Мессии представляет себя, во-первых, рабом Ишуа Мессии. Обратите внимание, он фарисей, родился и умер фарисеем. Никогда не отрекся от своей динаминации. Поэтому я в какой-то степени пытаюсь тоже объяснять во время лекции, что нельзя пользоваться словом фарисей как клише, что это злодей. Точно так же, как первосвященник. Люди, как только слышат, люди считают, что это злодеем. Злодеем был Ханания, которого поспешенствовал, да, тому, чтобы Ишуа был распят. Но книга Деяния Апостолов, например, однозначно свидетельствует, что огромное количество первосвященников из Иерусалима покорились вере. Как вы думаете, вот когда первосвященник вдруг уверовал в то, что Ишуа есть в Мессии, он обладает авторитетом или нет в глазах простого народа, который читать, писать в общей массе своей не умеет. Понимаете, какое влияние они оказают на распространение этой благой вести? Точно так же, парисей. И раби Шауль говорит, что он раб, еще о Мессии. Слово раб очень часто мы можем встретить вот в начале посланий. Иаков пишет точно так же о себе. Петр пишет. Почему я хочу немножко остановиться на этом моменте? Дело в том, что раб это человек, который полностью проводит все свое время со своим господином и хозяином. То есть, когда в первом веке люди писали раб, еще о Мессии, информационно, мы понимаем, что человек позиционирует себя как того, кто постоянно находится в контакте со своим господином. В этом есть огромное привилегие и огромное преимущество. Хотя Ишуа в Новом Завете говорит, я не называю вас уже рабами, но называю вас братьями, это он называет нас братьями. Но я вполне могу себя чувствовать его рабом. И это не мешает мне быть другом и братом. Может быть, кто-то помнит, есть такой фильм хороший, называется «Бенгур». Бенгур, и там вот в этой семье, в семье Бенгуров был раб, который занимался ведением финансов, и вообще он вел весь дом. Он был управителем этого дома. И несмотря на то, что он был рабом, отношение вот этой богатой, очень богатой семьи к нему было как члену семьи. Понимаете, да? Он был, в свою очередь, благодарен. Но здесь есть очень интересный момент. Сегодня, к сожалению, в современном мире как-то вот сильно распространено такое понебратское отношение к Иисусу и к Отцу Небесу. Типа, и что там? Иисус, братан, братишка, Отец Небесный он, папа. Я не уговорюсь, если кто-то вообще на него пахан скажет. То есть люди просто заносят людей так, что, ну, жалко. Что здесь не так? Вот этот раб, который был в семье Бенгуров, он никогда не позволял себе понебратского отношения к своим господам. А господа, в свою очередь, сельян, они кушали за одним столом. Он его на руках нес, когда ему ноги сломали. Понимаете, да? Отношение господина к своему рабу, как родному, как сыну, как члену семьи. Но в тот же самый момент вот этот человек прекрасно понимает, кто он, в какой он позиции находится. И в какой позиции находится тот, кто относится к нему, как к равному и как к родному. Я более чем уверен, что у нас с вами должны быть те же чувствования, я сейчас нарочно цитирую вторую главу филиппийцам, там, где написано, что у нас должны быть те же чувствования, что и вешу о мессии. Что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богом. И он уничижил себя самого и принял образ раба. Он, будучи сыном, вы слышите, принял образ раба и был послушным отцу как раб. Но он не переставал быть сыном в то же самое время. Что это означает? Это означает мое одностороннее отношение к Богу и к Его мессии, к Его сыну. То, что называется Ир-Ад-Адунай, страх Божий. Должен быть трепет, должно быть уважение, должно быть понимание. Мне кажется, те люди, которые говорят вот братан там, братишка, папа, папочка, просто не понимают, с кем говорят. Вот у меня ощущения. И, конечно, ну, Отец Небесный, видимо, так и воспринимает этих людей. Но, поскольку я выступаю в роли учителя, считаю своим долгом об этом говорить и исправлять. потому, что у нас должно быть почтение, осознание, что этот Творец Создатель Неба и Земли. Это Царь Вселенной. И если бы сейчас мы перед Ним предстали, мы не могли бы даже поднять глаза и на Него посмотреть, не то, чтобы там хлопать по плечу и говорить какие-то слова, как будто он тут, знаете, рядом с тобой семечки на базаре продает. Мы должны понимать эти вещи. И поэтому образ или позиция раба, на мой взгляд, это привилегия, это преимущество чувствовать себя рабом. Раб это тот, кто все время под рукой, тот, кто рядом. Понимаете, да? Вот тут. Мне хорошо быть рядом со своим господином. Я не хочу быть далеко, так что не допрячись от Него. Хочу быть все время рядом, поэтому хочу быть рабом Его. И Павел точно так же говорит о себе. «Славянская культура». Знаете, мы русскоязычные, да, хотя для нас уже и русские и ивриты уже стали родным языком, но даже вот в славянской культуре не принято было родителям говорить «ты». папе и маме говорили вы славянам. Согласны? Земным родителям. Это я к чему клоню. Нахватались у американцев суши. Прогрессивное комиссия «прогрессивное общение». Просто копируют, не понимая, что делают. Этого нет ни в иудейской, ни в славянской культуре. По небратскому отношению к родителям. Тем паче или тем более к небесному ночу. Корейцы, например, Бога называют на вы. Обратите внимание, в русской культуре, в русскоязычной культуре, если мы хотим быть вежливыми, то людям, которые старше нас, мы говорим вы. Правильно? Но Бога все-таки называют на ты. Почему так написано в священных писаниях? Это не должно позволять нам соскальзывать или скатываться. в панибратство. Я просто пытаюсь сказать, что отношение к Создателю и к Его Мессии, оно должно быть здоровым, нормальным. Призванный апостол, избранный к благовествию. То есть Шаур говорит о себе, что он призван еще конкретной целью. Благовествовать. То есть распространять знания, понимания, вероучения о том, что искупление от грехов и спасение и вечная жизнь находятся. Только лишь их можно приобрести, только лишь верать в Ишуу Мессию. Иначе невозможно. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, о вашей вере, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны и вы все-таки захотите пожертвовать два, пять, три доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media. с Oasis Media.